МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если б ты не сбежал, они бы мне взяли моего сына в заложники. Прости, но у меня мой сын дороже. Пустите меня! Пустите! – Опустите ребенка! – Папа! Привет, сынок. Ничего не бойся, все будет хорошо. – Я не боюсь, пап. – Сначала он! Условия сделки выполнены. Программист – ваш. Опустите пацана. Что, сделки изменились? Папа! Сынок! Слышишь меня? Да что вы делаете, твари?! Пошли, пошли! Пошли! Черт возьми! Пошли! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 с ним, пока все не закончим. Зачем так шифровать, если нечего прятать? Не знаю. Я вообще не знал, что Паша так умеет. Есть. Почту я вскрыл. Интересная переписка. Ники Кулик предлагал купить разработку за неплохие деньги. Ему отказали. Параллельно ввели переписку с зарубежными инвесторами. А когда Кулик об этом узнал, он стал присылать угрозы. До нас дошли слухи, что ваша компания у нас за спиной ведет переговоры с другими покупателями. Учитывая плачевное финансовое состояние вашей фирмы, это крайне опрометчивый шаг. Наше последнее предложение – полтора миллиона долларов. Кулик. Ну, а что я это доказываю? Кулик захотел заполучить операционку. Паша вел переговоры о продаже нашей программы с Куликом. А Артем отказался от сделки в полтора миллиона долларов. Тогда грохнуть Артема стало выгоднее и прибрать к рукам операционку. Тогда Паша нанял тебя, чтоб бить моего брата, чтоб завершить сделку. Я только одного не пойму. Воронков младше тут при чем? Да я, честно говоря, думаю, что в ту ночь что-то как-то пошло не так, как планировал киллер. Я не знаю, кто мои заказчики. Это точно не Паша. Слишком мелкая сушка. Это он. Больше некому найти Кулика и заставить дать показания против Павла. Кто мог знать о стоимости проекта Воронковых? Павел, Артем, Матвей. Естественно, Дмитрий, его жена. И банк, который давал кредит. Я же говорю, Матинька, ты гений. Они же наверняка делали оценку проекта. Достань мне, пожалуйста, всю информацию об этом банке. Файлы биты. Походу здесь нельзя переписка. По этим образом я не смогу найти Кулика. Мне позвоните. Привет. Я очень скучаю по тебе. Дима, я прошу тебя, ответь мне. Я хочу услышать тебя. Я очень сильно от тебя. Я тебя тоже. Давай встретимся. Через час в нашем кафе, где мы познакомились. Хорошо. И еще. Заходи кольцо. Хорошо. Надо же как трогательно. Знать бы еще, где они познакомились. Сейчас узнаем. Надо доложить Ваксину. Я не знаю. Хороший круг. Я не знаю. Поехали. Я не знаю. Не знаю. Пока. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Принесла. Один у стойки бар, другой со мной. Воронкова брать только по моей команде. С тобой все хорошо. Все хорошо. Все хорошо, правда, не переживай. Послушай, я прошу тебя будь аккуратнее. Паша хочет тебя отравить. Хочется провоцировать выкидаши. Паша, это чушь. Паша вообще ничего не знает. Значит, как ты узнал? Он хочет тебя отравить. Этого не может быть, Дима. Боже мой, как вы надоели. Вы грызетесь, как две собаки, а я между вами. Спишь с ним? Паша. Свидание закончено. Что происходит? Без глупостей. Обойдемся без крови. Тихо. Спокой. Полиция. Всем оставаться на местах. Командир, будешь рыпаться, все в кафе положу. Тебе это надо? Ребят! Твою мать! Т.В. Талии. Дмитрий, возьми людей за дело себе в помощь. Соберите всю возможную информацию обо всех погибших бойцах, проходивших подготовку Бирякова. Так же. Соберите все данные обо всех авариях в горах за последние пять лет. Где погибла молодая женщина, а единственный сын остался сиротой. Ищите пересечение. Найдите мне его. Извини, улеглась. Что там у тебя? Гринбанк. Солидный банк. А знаете, кому он принадлежал в девяностые? Воронкову Михаилу Львовичу. Отцу Артема и Дмитрия Воронкова. Часть доли была также у Бориса Воронкова, дяди наших подопечных. В девяносто восьмом году Михаил погиб вместе с женой в автомобильной катастрофе. А дальше еще интереснее. После гибели брата во главе банков стал не Борис Львович, а некий Шульгин. Получается, что банку Воронковых отобрали. Получается-то так. Ну тогда не странно ли, что дяди приводят племянников за кредитом именно в этот банк? Не странно. Борис Львович все еще числится в совете директоров. Борис Львович Я знал, что это ты. А тебя не удивишь. Хотя я попробую. Не трогай его! Варя, Варя, не лезь в эту машину! Убьешь его только со мной! Варя, с ним все кончено! Отстань от меня! Ничего с ним не гончено! Убери руки, скотина топоголовая! Рожа бандитская! Отстань от меня! Что? Отстань от него! Что? Что слышу, урод! Отпусти ее. Убери от него руки! То есть ты все это время была со мной только ради флешки? Была с тобой громко сказано! Положила голову тебе на плечо один раз! Позвала тебя переночевать в соседнюю комнату! Вот я баран. Да, мне нужна флешка для того, чтобы купить свободу мужа. А тебе что нужно? Чужая жена? Убить друга? Кто ты после этого? Дима, Димочка! Варя! Твой муж убийца! Хуже, он брата-убийца! Слышь, давай расскажи ей, как ты убил Артема, а? Ну что ты, будь мужиком, давай! Ты сам ничего не хочешь рассказать? А? Ты? Я нашел переписку с инвестором в своем компьютере. Что? Который хотел купить флешку. За хрень ты не свешь? Доказательства! Аккуратно сложенные в папке, у тебя в ноутбуке. Слушай, ты, я скопировал папку с компьютера Артема, вот и все. Она не открывалась. Это был единственный шанс. Доказать мою невиногость. Ты грохнул своего родного брата! И теперь хочешь отмазаться, а? Я брата не убивал, это ты сделал. Ды. Ты угрожал Варе, ты меня преследовал, тебе нужна была флешка, ты убил Артема! Пошел ты отсюда! Сволочь! Варе я никогда не угрожал, Варе я люблю. А пистолет в твоей руке я видел собственными глазами. Так что прощай. Умни. Умни. Брата я не убивал. Да поши. Он не врет. Это я убил Артема. Едешь со мной. Нет. Назад. Нет. Нет. Назад. Вы уж меня простите, что принимаю вас на кухню. Ой. Вы знаете, сейчас наступает самый ответственный момент. Вы знаете, если немного пережарю, то все, можно будет выкидывать. Эх, вот жизнь. Знаете ли, холестерин растет, перешел на морепродукт. Ничего, я подожду. Угу. Интересная у вас коллекция. О. Долго собирали? Да уж, лет двадцать, поди, как собираю. Но, знаете, сейчас, конечно, поступления все меньше и меньше в коллекцию. Финансовые возможности не позволяют. Но, зато, вы знаете, стараюсь подбирать экземпляры необычные и с историей. Ух ты. А это что такое? Можно взглянуть? Да, да, конечно, конечно. Я сейчас подойду. Вы знаете, вот это действительно редкая вещь. На всю страну таких персней не больше десятка наберется. И что, стреляет? Ну, что вы. Да, конечно, нет, к нему патронов не найти. Вы знаете, что интересно, даже неизвестно, кто изготавливал. Вообще, эти персни, ни на одном из них нет маркировки. Но на некоторых экземплярах встречается надпись. Фам Фаталь. Роковая женщина. Красиво, правда? Ой, простите. Ай, я так и знал. Вот, все подгорело. Эх, можно выкидывать. Ну да ладно, ну да ладно, ну да ладно. Эх, простите. Ну, вы ведь не ради коллекции пришли, правда? Да. Скажите, это ведь вы были поручителем по кредиту братьев Фаранковых? Нет. Я просто давал рекомендации. Шульгин знает меня. Вот я, собственно, к нему и обратился. А теперь, знаете, жалею об этом. Не надо было мне им помогать. Может, Артем был бы жив, и Димка не попал бы на норы. В девяностые годы во главе этого банка стояли вы и ваш брат. Да. А после смерти Михаила во главе банка стал Шульгин. Почему? А вы разве не знаете, как это делалось в девяностые годы? Меня просто взяли и отстранили. Они привели своего человека. Вот и все. Ну, оставили мне кое-какие акции. И на том спасибо. Кирилленко слушает. Алло, Владимир Ивановна. Я нашел Воронкова. Уже? Я, наверное, даже догадываюсь, где. Наверное, в том месте, где лейтенант Паксин нашел пулю в своей служебной машине. Не знаю. Напарник этот, Воронкова, ну, мужик-тоторок-то. Отбил его, Нар. Без жертв? По изволенной самолюбии. Удал по шеи, как шкалерам, и свалил мне со своим. Куда они поехали? Говори. Сторон области по выборскому шоссе. Понятно. Извините. Мне надо ехать. Довольно? Ну что, чекнориса хрена, начухались? Грузитесь в машину. Разворачивайся. Я не могу оставить Варю с ним. Поверь, здесь ей лучше не будет. Слушай, давай потом, сейчас я могу. Алла Владимировна, машину преступников ищем, но результатов пока нет. Почему меня это не удивляет? Детальная проверка показала, что Борис Львович Воронков числится в совете правления банка. Хотя сам делает вид, что этот бизнес у него отобрали. Дядя приводит своих племянников в свой же собственный банк. Ну, может, просто хотел помочь? Зачем тогда это скрывать? Я вот тут порылась в архивах. Нашла некоторые материалы по делу о гибели родителей Воронковых. Это явно сказанное убийство. И выгодно оно было только одному. Борису Воронкову. Ходили слухи, что Борис Воронков в своем собственном банке отмывал бандитские банки. А доказать это можно? Дело старое. И концов не найти. Алла, Неверна. Я в записной книжке капитана Маркина видел упоминание о встрече с Борисом Львовичем. Получается, что дядя Боря знал, что Маркин хочет направить дело Воронкова-младшего на доследование. Воронкова-младшего на 12-м километре Выборского шоссе произошло ДТП. Автомобиль врезался в столб линии электропередачи, в результате чего машина загорелась и взорвалась еще до приезда пожарной бригады. Как выяснилось, автомобиль был угнан сегодня днем находящимся в розыске опасным преступником. Водитель с места происшествия скрылся, а пассажир, предположительно, сбежавший из тюрьмы Дмитрий Воронков, погиб. Сволочин, еще и Димона завалил. Варя! Варя! Будь с ней, ты понял меня? Ты слышишь? Я найду эту книгу. Варя! Даже журналисты быстрее нас работают. Я хочу, чтобы экспертизу трупа произвели немедленно. Я должна быть на сто процентов уверена, что это Воронков. Я сделал, как вы просили. Дмитрий Мюнер, флешка у меня. А теперь отстать от нас с сыном. Флешка точно у тебя? У вас есть только один способ это проверить. Хорошо. Мои люди договорятся с тобой о встрече. Нет. Теперь я с тобой с тобой. Только личная встреча. Я дам тебе знать время и адрес. Я нашел нашего наемника. И так, я думаю, что наш объект это Герасимов Николай Васильевич. 1978 года рождения. Очень много совпадений по тем данным, которые вы дали. Досе разведчиков засекреченное, но я нашел школьное фото. Посмотрите, как похож. Слава Богу, наконец-то что-то появилось. Да, определенное сходство с фотороботом есть. Да. О нем крайне мало информации. Известно, что он служил в бригаде специального назначения ГРУ. Официально числится мертвым. Погиб в 2003 году. Это его жена. Погибла в 2006 году по вине водителя, который скрылся с места происшествия. Ей сын, 10 лет, воспитывается в доме ребенка в Новороссийске. Все правильно. это единственная зацепка найти нашего неуловимого. Надо найти мальчика. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы же договаривались, что вы будете один. Полагаю, что сейчас мы как раз одни? Ты ведь снял всю мою охрану снаружи? Да, и тех в машине задуман тоже. Вы так подготовились, как будто ко встрече с врагом. А ты друг? Я наемник. А у наемника нет друзей. Если не хочешь, чтобы он стал врагом, выполняй условия сделки. Даже не думай. Руки. Да ладно, ладно. Ты и все получишь, как отоговаривались. Где флешка? У меня ее нет. Ты что, издеваешься? У меня ее нет, но я привел того, у кого она есть. Не смей со мной играть. Слышишь? Не смей. Мне нужна флешка, иначе сын твой сдохнет. Сегодня утром в состоянии у супермаркета автомобиль угадали. Записи видеокамеры установили, что это наш наемник Николай Герасимов. Машину удалось следить вот до этого места за городом. Шоссе перекрыто с двух сторон, так что никуда он не денется. Знакомое место. Он поехал к Борису Воронкову. А вот, кстати, результаты вскрытия трупа Воронкова. Я так и знала, что это не Дмитрий. В хрониках происшествия есть информация о том, что из похоронного бюро украдено тело. Лично я думаю, что это именно это тело и есть. Вызовите к дому Борису Воронкову группу захвата. Я думаю, мы сможем взять из заказчика. Неожиданно. Да, Диборь? Дим, мне сообщили, что ты погиб. Дима, что происходит? Кто этот человек? Ты сам должен прекрасно понимать, кто этот человек. Да ты заказал Тёму. И ты хотел купить программу. Это была твоя сделка. Личная сделка. Вот что ты нам хотел рассказать Тёма. Дима, ну что ты такое говоришь? Я никогда бы не стал убивать племянника. Ну, тогда эта штука тебе не нужна. Нет. Отдай ее. Она же тебе не нужна. Ну, Дима, не упрямься, а то… А то что? А то закончил так же, как мой брат? Да, так же, как твой упрямый брат, отказавшийся от сделки. И так же, как твой упрямый отец, который все время отказался от выгодного предложения. Так, значит, это была не авария? Дима, пойми, эта программа стоит миллиарды. Да, я не хочу ничего понимать. Я просто хочу ее уничтожить. Ля! Такая маленькая пуля. Столько крови. Прямо сердце попало слово. Сейчас кровь вызов. Сейчас, держи. Я не успею, не успею. Черт, черт. Я, Герасимов Николай Васильевич, 78-го года рождения. Наемник по заказу Бориса Львовича Воронкова. Убил его племянник Артема Воронкова. А из-за этого убийства был необоснованно осужден его брат Дмитрий. Так же я убил следователя Константина Маркина. Прикрываясь его ремень, помог Дмитрию совершить побег. За что заказчик покушался на мою жизнь, и мне пришлось убрать Бориса Воронкова. Дмитрий ко всем этим обстоятельствам не причастен. Вот и все. Все будет хорошо. Тебе все будет хорошо. Жену береги. Я свое не сберег. Надеюсь, теперь простишь. Позабудься о сыне. Обещай. Он один совсем. Обещаю. Добро. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот это фильм. Мы тут к дяде Боре приехали, насчет твоих похорон посоветоваться, а ты тут живой. Как раз дядя меня чуть не похоронил. Это ему нужна была флешка. Он хотел владеть через основное лицо. Кто? Дядя Боря? Да. И что, ты отдал флешку? Нет, флешка осталась у меня. Молодчина. Я знал, что ты кремень. Ну и скажи, что дядя? Дядя мертв. Вот это поворот. Валим отсюда. Быстрее в машину. Пристегнись. А я задний пристегиваюсь. Теперь будешь. О себе не думаешь, о ребенке подумай. Пристегнись. О ребенке. Ну вы даете, ребят. Сюрприз на сюрпризе. Да. Наверное, мой. Нет, не мой. А, значит, мой. Дать? Ага, дай. ЗВОНОК То есть ты все знал и молчал на суде. Да? О седни, да? А что мне осталось сделать? Я не хотел, чтобы и меня тоже грохнуло. Что происходит? Твой дядя жесткий человек. А так Борис Львович обещали мне процент с продажи программы. Вы же оставили меня без гроша из-за ваших амбиций. Я думал, у меня остался хоть единственный друг. Друг? Да я вас всех ненавижу. В другом одни гении. Ты гений-программист. Артем типа гений-менеджер. Пашка, хоть и бандит, но тоже у вас в почете. А я так, принеси, подай и иди нафиг, не мешай. Никто никогда из вас здорово не меня не считал. Но ничего, в итоге я вас всех поимел. И дядя твоего тоже. Твой, твой, твой. Твой, твой, твой. Ты нормально? Тихо, тихо. Пойдем. Стоять! Гони флэшку. Сейчас. Спокойно, спокойно. Давай флэшку. Сейчас. Сейчас. Вот. Да, да. Вот и славно. Чего ты ржешь? Чего ржешь, говорю? Флэшка пустая. На ней ничего нет. Что? Ты же забрал его, Артема. Да, забрал. Но на флэшке только заставка. Приветствую, здравствуйте, вам, вам и все. Где программа? Программа где? Программа погибла. Вместе с сервером. Во время погрона. Так что все осталось у меня в голове. Ты проиграл. Ты врешь. Ты врешь. Девочка, Дима, не надо. Привом, не надо. Пошел, на свою очередь. Привом, не стань. Затем. Затем. Ворогов! Вы пойдете по делу как свидетель? Или как обвиняемый в убийстве? Руки за голову! Да потише, потише с ним. Он и правда ведь свидетель. Продолжение следует... Ага, Владимировна, пришли проводить меня лично? Да уж, решила проводить и поздравить с повышением. Большое. Вы только не зазнавайтесь, Макс. И главное, не забудьте проставиться. У нас в Питере скупердяев не любят. Когда я вас еще буду? Так может тогда и не уезжать? А вы знаете, я, кстати, бы задержался. Мне здесь понравилось. Ну-ка, отдайте-ка ваш билетик. Запрос о вашем переводе в Питер отправлен еще утром. Вопрос с жильем решен. Работать будете вместе со мной? Очень приятно иметь свое дело. Счастливо. Ну что, есть контакт? Есть и контакт, и контракт. Отлично. Первый международный контракт на 4 миллиона. Неплохо. Слушай, как ты их уговорил, а? Мы предложили им то, от чего они не смогли отказаться. Так, то, от чего не смог отказаться. Контракт подписан. Артем, я бы тобой гордился. Молодцы ребята. Спасибо. Кто меня обещал в кино сводить? Кто? Ты. Ребята, у вас семейная. А у меня дела. Пойду. Ну, на что пойдем? На мультики. Ну, если мужчина говорит на мультики, значит на мультики. Ну, давай руку. Ну, и пойдем. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ